ну и так давайте начнем начнем с ринговки то есть вот она ринговка у нас имеется в наличии то есть вариант 1 усаживаем собаку сидеть здесь один момент ринговку нужно поднять вот здесь вот повыше и фиксатором зафиксировать чтоб сильно не сползал петелька должна ходить свободно чтобы когда если чуть придушить собаку чтобы она могла ослабиться то есть чтобы она не фиксировалась в удушающем положении а было свободном положении это очень важно запомните и так мы идем рядом 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 сидеть хорошо молодец хорошо хорошо ай умница браво ай молодец река ай хорошо ай браво гуляй и гуляй молодец хорошо поверьте мне собачки мы только приступили к изучению команды рядом это я вообще сейчас не ожидал что он будет так ходить ну здесь вот я просто повторюсь у нас правильно выстроенные взаимоотношения между мной как бы и собака я являюсь для него вожаком и вот здесь еще один очень немаловажный фактор такой то есть ваше эмоциональное состояние очень сильно передается собаке поэтому когда вы идете вы должны быть расслаблены целиком и полностью не надо напрягать руки не надо самому как-то напрягаться то есть вы идете прогулочным шагом вы понимаете что собака подчиняется вам признает вас вожаком поэтому как бы ваше спокойное состояние передается собаке и еще раз самое главное хочу сказать что вот это вот петелечка видите она у меня вот скользит она должна скользить очень хорошо то есть она если придушить чуть собачку то есть она должна отпустить но вот я стараюсь таким методом не пользоваться это я уж просто вам показываю говорю какими методами можете научить собаку ходить рядом потому что есть достаточно гуманные способы но просто не каждый человек способен на это вот поэтому я еще раз повторюсь что все зависит от вас нет методик очень много как вы будете использовать это все индивидуально все касается конкретного хозяина и конкретной собаки поэтому здесь сказать что утра это работает это не работает я так не могу сказать я вообще стереотипно стараюсь не не придерживаться стереотипов и если не работает на половину это то можно использовать половинку этого половинку этого то есть не стандартно это вообще еще будет самый лучший вариант если вы будете подходить к решению вопроса не стандартно давайте перейдем к следующему способу следующий способ это любимая игрушка опять же я что я хочу сказать что это не не домашние заготовки какие-то мы собака принципе не репетировали этого ничего это все сейчас происходит у вас на глазах река сидеть сидеть хорошо молодец еще один такой немаловажный момент то что прежде чем приступить к занятиям вы должны у вас собака должна быть выгуленная хорошо то есть она набегаться должна напрыгаться и только после этого приступать каким-то тренировочным дрессировочным мероприятием и так у нас есть игрушка я рик очень любит игрушки рядом иди рядом 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 их рядом если он отошел в сторону куда вы игрушечкой опять подзываете то есть раздразниваете вот опять собака рядом находится рядом рядом сидеть сидеть и всегда упражнение заканчивается поощрением всегда то есть вы хвалите собаку даете подконку либо бросаете предмета портировочно молодец хорошо 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 браво мальчик то есть всегда упражнение должно заканчиваться похвалой радостью чтобы у собаки было желание заниматься дальше запомните и вот дрессировочные методики я тоже снимал как нужно придерживаться то есть давайте повторим их это первое то что вы должны выгулить собаку второе то что вы всегда должны заканчивать упражнение на правильно выполненном упражнении ну или близко правильно выполненном упражнении в зависимости от степени готовности собаки третье значит это то что вы должны три повтора делать через 15-20 минут скажем так то есть три подхода за день через 15-20 минут по три повторения и всегда должно заканчиваться на правильно выполненном и поощрением собаки команды гуляй там и так далее рик гуляй гуляй моя собака гуляй молодец хорошо так ну и сейчас самый такой классический способ который самый любимый собаками кстати способ это тем более лабрадорами которые по своей натуре являются пищевиками это такой метод зоовитальный то есть пищевики вы берете в левую руку подкормку собака чувствует эту подкормку держите руку возле себя собака следует за вашей рукой и через каждые три шага вы даете по небольшому кусочку лакомства да собаки очень любят это упражнение и с удовольствием его выполняют ну давайте посмотрим как это делается рик рядом рядом сидеть сидеть хорошо хорошо молодец здесь один такой момент то что произносите команду рядом в момент когда вы будете давать подкормку здесь у собаки вырабатывается условный рефлекс какой он вырабатывается как думает собака в этот момент а собака думает таким образом то есть ей говорят рядом и после чего следует подкормка из руки ну как как вы видели да там с левой стороны собака идет вот он сейчас подошел то есть когда вам нужно будет поправить собаку без уже когда вы будете идти где-то там рядышком да там где-то по городу будете идти и вам собака немножко будет забегать вперед вы скажете рядом у нее приятное ощущение в голове вспомнится что нужно находиться возле руки от которой идет вкусно да положим хотя уже вкусно не будет а рефлекс уже будет поэтому собака поправится подойдет к вам станет возле вашей левой ноги и все будет у вас замечательно и так я еще раз призываю своих зрителей к тому что нужно творчески подходить к тому чтобы научить собаку каким-то определенным командам не надо зашориваться зацикливаться идти на стереотипное поведение какое-то а именно творчески индивидуально каждой собаке нужно подходить мой конкретный вот я вам сейчас показал сколько методов но их еще можно разнообразить разнообразить и разнообразить все зависит от вашей фантазии то есть наблюдайте за своей собакой что она делает как она делает что она любит какие вещи то есть и чем больше вы наблюдаете тем вы между вами выстраивается какие-то взаимоотношения вы выстраиваете эту иерархическую свою стаю то есть вот таким вот образом поэтому друзья мои заключить заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его авторы ведущей и мой новый ученик новый хвост по кличке рик всем спасибо